В регионах России местные власти создут учреждения по интеграции иностранцев. 29 октября глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил о создании Центра интеграции мигрантов, пишет российская газета «Известия». Глава региона подчеркнул, что в Пензенской области с мигрантами все спокойно. При этом он сказал, надо контролировать каждого, кто приезжает, даже если его приняли как члена какой-то семьи. На проект интеграции мигрантов существует президентский грант, в связи с чем за последние два года многим общественным организациям удалось реализовать данный проект, получив грант от государства. Так, в Югре гранты предоставили интеграционному центру «Школа мигранта» и женскому клубу «Мы вместе». После чего власти региона объявили о создании общего центра для социально-экономической и культурной адаптации мигрантов. Напомним, что в ноябре 2016 года президент России Владимир Путин призвал вплотную заняться вопросом адаптации мигрантов. Правозащитник и специалист по проблемам трудовых мигрантов в России из ЗАД ОМОН в интервью с корреспондентом Хабархо прокомментировал поступившую информацию следующим образом. «Школа мигранта» — это десятки миллионов рублей. Организуют что-то у себя и зовут своих. Но я работал в этой организации. В одной организации меня вот пригласили, два раза организовали просто встречу с мигрантом. И десятки миллионов рублей были списаны. И в итоге после двух встреч я сказал «Так не получится, вы просто грабители». Чем. 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 Занимайтесь. Занимайтесь.